Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья! С вами «Богословский час» в рамках программы «Влияние». И сегодня мы с вами будем рассуждать на очень и очень интересную тему, которая называется «Писание или предание?». А каждый протестант знает, что 31 октября – это дата, в которой празднуется начало Реформации, когда Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов к дверям своей церкви. И один из постулатов Реформации, возможно, даже самый первый такой – это «Соло скриптура», то есть только Писание. Вот об этом мы сегодня будем рассуждать с нашими гостями. У нас сегодня в студии бакалавр богословия Иван Лобанов. Приветствую вас, братья и сестры! А также магистр богословия и библиист Бен Анисовец. Приятно с вами провести это время, друзья! И я, ведущий, Дмитрий Селюк, тоже магистр богословия. Сегодня мы будем рассуждать на такие вот богословские темы, поэтому у нас сегодня много бумажек таких, записей, пометок. Вот будет очень живая и интересная беседа. Итак, «Соло скриптура» – только Писание или не только Писание? Вот это главный вопрос, о котором мы сегодня будем рассуждать. У нас сегодня две позиции, которые мы будем представлять вам, дорогие друзья. И первую позицию будет представлять Иван Лобанов. Пожалуйста, вае время. Да, дорогие телезрители, поскольку я представляю позицию Священного Писания, я с ее и начну. Я хочу прочитать Колосианам из 2 главы 8 стих. Написано «Смотрите, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихию мира, а не по Христу». И вот это, братья и сестры, предупреждение апостола Павла, оно было дано церкви, потому что он предвидел в духе, что в будущем очень много будет давления для церкви, чтобы быть увлеченным от истины, в учении человечества и в учении весовских. И он знал, что истина будет под угрозой. И это случилось в Средневековье, предания человеческие начали возвышаться на уровень с Библией. И что произошло, братья и сестры? Произошла такая масштабная коррупция здравого учения, такое отклонение от истинного поклонения, что пришлось Богу воздвигнуть движение реформации. И в движении реформации, когда Мартин Лютер, он противостоял против невероятных коррупций. Даже доходило до того, брат Дмитрий, что говорили, что если даже вы изнасилуете Деву Марию, заплатите деньги, вам все прощено. От этой коррупции он противостоял. И знаете, что произошло? Ему говорят, как ты можешь это делать? Папа Римский за это стоит. Он говорит, тогда Папа Римский не прав. Как ты можешь это делать? Предание церкви за это стоит. Он говорит, значит, предание церкви неправильно. Как ты можешь это говорить? Кардиналы за это стоят. Он говорит, что кардиналы неправы. И ему задают вопрос, что же тогда право? И он поднимает и говорит, Библия права. И вот здесь родилась лозунг такой, который исповедовал Христос, которого учили апостолы, которые принимали раннюю церковь. Соло скриптура. Это латынь по только Писанию. Что высший авторитет для церкви. Это священное Писание. И как апостол Павел говорит, смотрите, чтобы кто не принесил вас человеческим преданием, а не по Христу. И это учение, записанное в Новом Завете. Спасибо. Хорошо, Иван. Если суммировать твои мысли, значит, получается так, что ты придерживаешься такой твердой протестантской евангельской позиции, что только Писание. Апостольское. Все остальное – это, можно сказать, другая литература. Другая литература. Которая может быть полезная, интересная, что-то важное. Но самое главное – это священное Писание. Высший авторитет. Высший авторитет. Хорошо, Пен. У нас была одна позиция, сейчас вторая позиция. Насколько уже мы догадываемся, это будет позиция не только Писания, да? Пожалуйста, представь свою позицию. Ты прав, Дмитрий, что не только Писание. Я считаю, что предания также важны. Первое, я хочу подметить, что предание – это контекст, в котором передавалось Писание. То есть как и ветхозаветное предание, так и новозаветное предание, которое передавалось устно и письменно. И Писание – это всего лишь записанное предание. Это всего лишь часть предания. Это не целое предание. И Христос, и ученики Его говорили, говорили намного больше, чем записано в этой книге. Но вся эта книга не может вместить всего того, что говорил Христос, и всего того, что Он делал. Я сомневаюсь, я вопрошаю слова Ивана, когда он говорит, что Христос исповедовал Солу-Скриптуру. Дело в том, что нигде, ни в каком месте не написано, что Христос исповедовал и верил только в Писание. То есть Писание — это всего лишь часть предания. И мы нигде не видим учения о только Писании, в самом Писании. Нету нигде, что верьте только в Солу-Скриптуру. Допустим, 1 Коринфянам 11 глава 2 стих. Павел пишет, «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите, все мое, то есть все мое учение помните, и держите предание так, как я передал вам». То есть о предании конкретно Писание говорит. Потом во 2 Фессалоникийцам, это, пожалуй, самый главный стих, на котором я хотел бы опереться. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Также во 2 Фессалоникийцам 3, 3 глава 6, «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего без чина, а не по преданию, которое приняли от нас». Более того, я хотел бы сказать, что Библия сама разделяет предания человеческие от библейского предания. То есть есть разные предания. Есть человеческие предания, есть действительно священные предания, которым нам стоит придерживаться. Допустим, в Матфея 15, глава 3 стих написано, он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего?» Здесь заповедь Божия противоставлена преданию фарисеев. То есть мы видим, что в Библии, в самой Библии, предание разделяется на человеческие и на библейские. И Христос призывает именно следовать библейским преданиям. Спасибо, Бен, благодарю. Такие у нас очень две серьезные, обоснованные позиции. Ну, дорогие друзья, как вы заметили, естественно, здесь у нас есть такие очень существенные разногласия. Бен, если я правильно понял, значит, твоя позиция заключается в том, что не только Писание, потому что само Писание является частью, большей частью, как бы, такого большего предания. То есть до Писания было предание, после Писания предание. И предание, наверное, как-то толкует это Писание, да? И в этом смысле оно имеет какую-то ценность? Да, чтобы понять именно записанное предание, нужно понимать все предание и знать о всем предании в желании. Вот сейчас против этого Иван скажет, что никакое не надо ни толкования, ничего. Иван, что можно сказать против той композиции, которая заявляет, что нет только Писание? Ответ заключается в доктрине достаточности Священного Писания. Что реформаторы утверждали, что эти 66 книг Ветхого и Нового Завета достаточно для веры и практики Церкви. Почему? Написано так, апостол Павел писал, вот в эти послания, которые брат Вениамин цитировал, что апостол говорил, «Я говорил вам это, когда был с вами». Так что он объясняет, что то, что он написал, это то, что он говорил. И он ничего не говорил такого важного, что он еще и не написал. И апостол Петр тоже говорит, что держитесь предсказания пророков и предания апостолов. Хорошо, Иван. Значит, вопрос, возьмем, Богодухновенности Библии, если кратко. Да. Насколько Богодухновенны те тексты, которые написаны, в отличие от того, что, может быть, апостолы передали словесно своим ученикам? Это у нас... Мы не можем знать, что они передали словесно. Они, конечно же, передали, может быть, Петру... Бен, можем знать или не можем знать? Что ученики передали своим ученикам? Мы, естественно, можем знать из их писем, из устного, то, что передавалось, из поколения в поколение, через письма всякого рода, через ответы и трактаты на... То есть, предание – это тоже записанное что-то? То есть, это не устное? Это устная передача информации, которая была со временем записанная. Другими словами, когда мы читаем 8 главу Иоанна, мы ее не находим в 66-м папирусе или 75-м папирусе, не находим в ранних кодексах Синетикис и Ватиканусе. Их нету. То есть, это было устное предание, о котором говорит Папий, и на которое ссылается Евсий. Другими словами, оно было записано, слова Иоанна самого, так как Папий был ученик Иоанна. И он позже записал, ссылаясь, что была женщина такую, которую взяли в греха при любодеянии, и Христос просил ей многие грехи. Хорошо. Насколько можем доверять этому? Я должен ответить то, что поколение после апостолов, это про которое Вениамин говорит, что ученик Иоустий говорит, так повествуют те, которые описали все, касающееся Господа нашего Иисуса Христа. И мы верим им. Он говорил о Новом Завете, о 4 Евангелии. Значит, если поколение после апостолов говорит, что все они уже записали, все, что касается Господа нашего, это достаточно, это достаточно священное писание. Хорошо. Вопрос такого. Все вы знаете, наверное, такую детскую игру, испорченный телефон. Да, естественно. Ну, то есть, Бен говорит мне, предание это классно. Я так услышал и передаю, да, не ассасна. А вот. А я еще чуть-чуть. И передает там что-то Аляска, там что-то такое. Насколько это реально, вот именно в том контексте, что предание это вот, что-то гуляет, бегает. Насколько это реально или нет? Такое реально. В действительности такое есть. И в предании мы также видим много несостыковок и много ошибок. Когда человек вспоминает, думая, допустим, в ранней церкви кто-то сказал, что посланник евреям было написано прескиллой. То есть, мы автора пока не знаем. Из внутренних доказательств мы предполагаем, что это апостол Павел. Но нигде никакая рукопись не говорит, что это написал апостол Павел. По крайней мере, из ранних рукописей, так они не говорят. Поэтому здесь надо тоже... То насколько мы можем доверять, если все-таки там ошибки есть, какие-то неточности? Мы должны сверять. Мы действительно с другими преданиями, с другими словами смотреть, как оно с Писанием также. Предание, во-первых, предание оно всегда будет держать на первом месте Писания. Если оно держит на первом месте Писания, то должен смотреть, чтобы оно не расходилось с Писанием. В первую очередь, Иван. И когда мы... Если расходится. Если расходится, тогда в действительности надо посмотреть, на каких основаниях оно расходится. Если это не... Хорошо, даю пример. Игнатий Антиохийский, епископ Антиохии, это был ученик апостола Иоанна. Да. Значит, он пишет, ну, естественно, там был контекст какой-то определенный, по какой причине он это пишет, но пишет, что без епископа нет ни евхаристии, ни крещения. Ты принимал когда-нибудь евхаристию и хребоправление без епископа? В принципе, нет, потому что у нас всегда присутствует... Ну, это же самое, что у нас есть предание такое ценное. Ученик апостола Иоанна предает, что вы смотрите, что ни в коем случае, что без епископа не принимали. Да, то есть... И это не совсем... Даже согласуется с Библией... То есть... С апостолами, которые писали Новый Завет. Потому что этот офис апостольства, он... Это предполагает давание церкви написанной конституцией. Оно закончилось после апостолов. Бен, есть вообще такое понятие, как канонизация преданий, там, или как-то богодохновенность преданий? Такая вещь, как священное предание, на которое мы ссылаемся. То есть, есть не священное, не священное, да? Да, действительно, есть человеческие предания, То есть, можно перечислить, где священное, вот, или как-то... Ну, как-то... Естественно, когда, допустим, отцы церкви находятся в согласии по поводу какого-то учения... Оно сразу же название священным. Оно, мы, да, мы считаем его священным преданием. Если оно не расходится с Писанием, почему мы его не должны считать священным? И, как я уже говорил, что в Писании разделяются не священное и священное. Марк в 7 главе пишет, ибо вы, с 8 стиха, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чашек, делайте многое другое, и сему подобное. И сказал он, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божия, чтобы соблюсти свое предание? То есть, устраняя Божие предание вашим, которое вы установили, делайте многое сему. Опять же, мы видим, что вы отменяете заповедь Божия, то есть, одно предание, чтобы соблюсти свое предание. То есть, идет конкретное разделение. Какой смысл тогда в предании, если оно ничего не изменяет, ничего не добавляет? Я считаю, что оно поясняет. Оно поясняет. Допустим, когда Игнатий пишет, что епископ должен присутствовать во время Евхаристии, что мы должны подметить? Мы должны подметить то, что слово епископос, а греческое слово, это тот, кто смотритель над чем-то. И мы от этого слова имеем такие слова, как телескоп и тому подобное. То есть, это офис был пастыря. И в Новом Завете, в ранней церкви, считалось, что пастырь это и есть епископ, потому что он смотритель, блюститель, овец. Да. Вот и в действительности я считаю, что Евхаристия вот это создает предание, который... связанный все-таки с словесными преданиями. Да. Есть богословы православные, которые, ну, как бы, говорят о том, что словесное предание, оно имеет какое-то даже преимущество перед записанным, потому что оно передает дух. Вот, как бы... И это действительно... Описание это буква, так, мертвящее, мертвое, там, словно такое... Это всего лишь оболочкой. Насколько это правдиво? Пожалуй, что... И почему? С чем это связано? Связано с тем, что записанное мы можем контролировать, мы можем сверять. То есть, древности мазареты были, которые считали количество букв, и мы говорим, а, сравнили, точно, как проверять словесные традиции, словесные какие-то предания. Всего лишь... Как это? Я, пожалуй, сошлюсь на слова Василия Великого, который обосновывает необходимость священного предания. И почему он предпочитает даже предание Писанию, есть определенный смысл в этом. Из всех храмимых церковь догматов и их традиций, одни получены из письменного источника, а другие приняты от переданного тайно-апостольского предания. Для богачественного... Вот это я против. Что такое тайно-апостольское предание? Это тайно-апостольское предание. То есть, то предание, которое не было записано, допустим, в Евангелии Матфея. Это же похоже на гностицизм. Я должен возвратить именно это. Я хочу презентировать Ирине Леонского, который писал очень серьезные книги против ересей гностицизма. И смотрите, что он говорит. Таково их учение, которого ни пророки не возвещали, ни Господь не проповедовал, ни апостолы не предали, и которым они хвалятся, будто знают обо всем больше других, ибо вычитали из неписанных книг. Какое-то секретно-апостольское предание. И вот это, можно сказать, движение ереси, оно продолжалось. Породило другие предания, которые... Породило. Например, поклонение Девы Марии, почитание ее как... Чуть-чуть позже, коснемся этого. Хорошо. Значит, один из прославных богословов говорит так, что потому что одна только церковь обладает преданием, которое есть знание воплощенного слова в духе святом. И дальше говорит, что в предании нет ничего автоматического, оно есть основа непогрешимого сознания церкви. То есть, протестантизм утверждает, нет, только писание, сознание церкви, все, полнота там. Значит, а тут получается так, что предание это в предании, то есть, вот оно там где-то есть знание воплощенного слова в духе святом. Не переносит ли это, не является ли это какой-то попыткой как-то заполнить духом святым предание? Ну, допустим, в нашей церкви есть дух святой, который мы говорим, вот сейчас помолимся в духе, будем петь в духе, а у них как бы этого не хватало, и они думают, а давайте духу хоть туда, в предание добавим. Нет, я с этим не согласен. Я просто считаю, что писание, оно пустое, это просто внешняя оболочка. Писание пустое? Оно, это внешняя, секунду, это внешняя, ты должен был бы здесь уже это самое, это внешняя всего лишь оболочка. Это просто мертвые слова, которые мертвым образом лежат. Я сейчас пример тебе приведу. Василий говорит, что я не датсирую, поскольку если мы осмелимся отвергнуть неписанные обычаи, как якобы не имеющие большого значения, это обязательно повредим Евангелию в самом главном. Более того, ставим на топостольской проповеди одну внешнюю оболочку. К примеру, берем 1 Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Слова. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Заметьте слова «духовного последующего камня», где в Ветхом Завете написано, что камень последовал израильскому народу, куда бы они ни шли. Откуда это апостол Павел берет? Назови мне книгу главу и стих, где написано, что последующий камень следовал за народом израильского. А здесь написано, он пишет, последующего камня. Откуда он это берет? Но вот Талмуд Вавилона… Следует или в последующем смысле будущего? Нет, последующего им. То есть тот камень, который сходил. Где-нигде в Ветхом Завете не написано, что камень двигался за израильским народом. Мне понравились слова Гордон Афи, он пятидесятник, профессор. Предание нам это все разъясняет, да, получается? Естественно. Он подмечает, что как раз Павел, апостол Павел берет это из Вавилонского Талмуда, где конкретно говорится, что камень следовал в гору и в долины за израильским народом. Что этот камень, с которого они пили, это был в виде как колодец, в виде камня, и он следовал за израильским народом. Я должен серьезно возразить этому, потому что этот Талмуд противоречит то, что написано в книге Пятикнижья Моисея. Там были камень, два камня, один там, другой там. Что апостол Павел об этом говорит, это он настораживает церковь, внимание не обращать на мифы иудейские. Это очень важно. Я хочу вернуться к нашему, вот именно, что мы говорили, выбор, где мы сказали, что надо Дух Святой. Смотрите, да, Дух Святой это хорошо, через дары пророческие, через церковь, но здесь написано, итак, братья, стойте и ежите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим, второй фестоникицем говорит. Апостольское учение стоит выше всего. И сверяя все другое, мы можем сверять с апостольским учением. Даже если Дух Святой наполнит сестру и будет сказать, так говорит Господь, вот это, мы это сверяем с апостольским учением. Хорошо. Значит, но сестра получается менее богодухновенная, чем апостолы были. У нее нет апостольского ранга и апостольского служения. Это понятно, но если Бог вдохновляет сестру, и Дух Святой говорит через сестру или через брата, чем ее слова будут хуже описания, которое записано на этих страницах? Есть градация авторитета, как Бог сказал, что я открываюсь пророком, но не так, рабу моему Моисею. Есть градация власти. Хорошо, давайте мы еще вернемся немножко к тексту у нас. Значит, Владимир Николаевич Лоский, один из православных известных богословов, цитирую, «Иначе церковь хранила бы одни лишь мертвые тексты», вот мертвая буква, «свидетельство умерших и завершенных времен, а не живое и живоносное слово, то совершенное выражение откровения, которым церковь обладает независимо от существующих, несогласных друг с другом старых рукописей, или же новых критических изданий Библии». Другими словами, предлагается такая теория, что вот эта вот Библия, это как бы мертвая буква сама по себе, и только вот с преданиями, то есть, которые объясняют, как-то объясняют, столковывают, вот это слово становится живым. Это действительно так, я не считаю это богохульством, потому что, допустим, если, допустим, вот мы возьмем место, где Иисус приходит и говорит, «Нафанаил, я видел тебя под смоковницей», как чтец Писания этого места может понять, о чем шла речь? Почему «Нафанаил» отреагировал так на слова Христа? Что он видел под смоковницей? Ну и что же он видел его под смоковницей? Почему «Нафанаил» воскликнул, что ты сын Божий? Почему реакция такая его была? Из Писания, допустим, неясно. Мы видим, что это неясно. Это место не понять, если не знать предания, если не знать контекста. Мы из контекста, из церковного предания знаем из священного предания, что «Нафанаила» родители оставили ребенком под смоковницей. То есть он это прятал, этого стыдился. И вот Христос говорит, что когда ты был положен туда своими родителями, я, как Сын Божий, я видел тебя там, я видел этот момент. То есть я знаю о тебе на фонеил все. Но это все-таки теория толкования, которой мы не можем быть достоверены об этом. Я хочу прокомментировать это заявление. Это очень сильно богохульно. Почему? Потому что Христос и Иисус сам Сын Божий, сам член Троицы говорил дьяволу написано. И когда разговаривал с оппонентами, он процитировал Писание, которое было написано в старые времена, и он говорит им, Бог говорит вам. Писание говорит вам. Он показал, что хоть все, что написано, это живое слово, которое говорит сейчас к нам. Да, но в отличие от многих протестантов, Христос знал и понимал, о чем он говорит. Понимаешь? Вот в этом-то ирогично. Хорошо. Когда мы говорим о предании, в каком-то смысле есть вещи более-менее безобидные. Допустим, некоторые предания существуют, что дети Иосифа, которые перечисляются в Новом Завете, они были от приежнего брака Иосифа. То есть такое предание есть. Ну, в принципе, это такая безобидная вещь. Ну, были-то были, протестанты не слишком это вот как бы волнует, да? Но есть более серьезные вещи. Это то, что дальше считается преданием церкви. Это взять те же самые иконы, молитва Марии, молитвы всем святым, потом почитание мощей, ну, то есть костей праведников. То есть это тоже считается такой традицией православной католической церкви. То есть преданием традиции. Вот они это свято чтят и почитают это. Ну, вот почему появилась реформация. Отчасти, потому что это уже слишком далеко зашло. Слишком далеко. Вот и вопрос. Ну, мы понимаем, что Игнатий Антиохийский, он услышал что-то от Иоанна и мог что-то написать такое, мы прислушиваемся, да? А уже когда в последующих веках происходят такие перемены, значит, насколько вот православное католическое богословие либо, ну, такие свободные протестантские богословия могут принять вот эту более позднюю традицию, более позднее предание? Ну, ну, начнем, скажем, начнем, допустим, с Девы Марии, то, что она была второй женой Иосифа. Действительности такое существует. Ну, это безобидно, то есть? Это безобидно, но, допустим, это возьмем как пример вначале, перед тем, как я буду говорить о мощах и о иконопочитании. И, допустим, возьмем это Евангелие Иакова, то есть не послание, Евангелие Иакова, его также на английском называется Infancy Gospel, то есть это история Евангелия о том, как родился Христос, амлатическая книга, Ну, и протестанты, да, считают это апокрифическое. Дело в том, что есть то, что мы считаем апокрифами или второканоническими писаниями, такие как Маковея. Это может сойти как предание для некоторых христиан, в этом случае для католиков и для православных вполне возможно. Ну, в некоторых случаях это уже псевдоэпиграфами считается. Да, ну, да. Вот возьмем, допустим, Деву Марию и задумаемся, у нее были, у Христа были братья и сестры, и с писанием мы не можем сказать, это были его двоюродные братья или сестры, сводные братья или сестры, или еще какие-то. Ну, это не важно, не важно. Давайте перейдем к иконам. И к иконам. Хорошо, сверяем, сверяем с писанием. Сверяем с писанием и смотрим. В Ветхом Завете в храме были образы на ковчеге? Допустим, ангелы с крыльями. Были образы. То есть, заметим также слово иконопочитание. Я не согласен, когда, допустим, кто-то говорит, я помолилась или помолился иконе, потому что человек молится Богу. И православное учение, к примеру, и католическое, они не учат тому, чтобы человек молился иконе. Икона – это всего лишь образ, как в храме, который помогает. В условии это преподается так. Да. А в реальной практической жизни люди понимают, что они молятся. Да, то есть в реальности как есть необразованные протестанты, так есть необразованные католики и православные. Да, согласен. То есть, если мы хотим, чтобы они прощали наши согрешения и наше неведение наших протестантов, которые не всегда правильно понимают писание. Хорошо, но другими словами, крайнее иконопочитание, в крайнем смысле, это уже отхождение и от писания, от предания. Это правильно будет или неправильно? Я не согласен, нет. Хорошо, Ваня, что такое иконопочитание? Молитвы Марии? Мой дедушка ставил икону перед бабушкой и требовал, ну-ка перекрестись. Она обратилась к баптистам, вере евангельской, он требовал, чтобы она перекрестилась. И она говорит, Саша, написано, Бог не нуждается в служении рук человеческих. И вот она акцент ставила, как реформаторы, как протестанты сейчас ставят, что мы должны позвоняться в духе, и истины. И у нас есть еще написание, мы должны молиться, написано, слово Христово да вселяется в вас обильно. Если слово Христово не вселяется, и есть какие-то картинки, что они учат, что они изображают, это язычество, которое оно не новое. Ну, в каком-то смысле, так в истории христианства мы читаем, что это было все-таки часть приближения, присоединения к христианству, когда необразованные, те, кто не умел читать, они приходили в храм и все-таки видели какие-то образы, но это чуть-чуть настраивает, проближает Бога. Официальное учение русско-православной церкви, что Бог имеет силу в духовном мире брать и в объекты ставить святость и какое-то особое благословение. Это языческое. Наши предки в России так делали, ставили дерево и ему попоклонялись. Ну, и в Новом Завете у нас тоже есть нехуштаны, то есть эти змеи, которые потом Бог говорит уничтожить. Здесь есть, допустим, и платки апостола Павла, которые клали на больных, и они исцелялись. Дело в том, что я думаю, что католиков больше и православных приучение такое, что они почитают вещи, через которые... Хорошо, молитва Марии, молитва святым. Святым. Что это такое? В Писании мы же не находим этого. Дело в том, что здесь уже мы говорим о предании, которое не вошло в Писание в действительности, такое, как, допустим, и почитание мощей. Я не нахожу, допустим, оснований верить, допустим, что я принесу кости в церковь и их буду почитать как-то, несмотря на то, что есть христиане, Есть в Новом Завете один случай, где принесут кости с Елисеем. Да. Но для иудеев это мерзость притасить мощи Елисея в храм и поклонять, или почитать их даже в храме. Почему? Потому что мощи не должны оставаться в прахе. Из праха пришел, из праха возвратишься. Такое понятие у иудеев, поэтому у них нету почитания мощей. То есть мы сейчас будем говорить сейчас об апокрифах, которые я не могу как-то найти гармонию обоснования Писания. Обосновать какое-то священное бедание. То есть я не могу этим. Но иконопочитание, к примеру, я не вижу в этом большого греха, потому что в Ветхом Завете... Если иконы стоят достаточно высоко, чтобы их никто не целовал и не кланялся, то в принципе ты не против, да? Они поклоняются люди ради почитания. Они не поклоняются самой иконе, они просто показывают почтение иконе. Больше в этом вопросе. Вот в этом дело. А интересный случай. Мой отец рассказывал, говорит, заходил в музей один, и там стоит икона Марии, и какая-то женщина настолько благовейно стоит перед этой иконой, и отец мой спрашивает, так, а что это у вас? Расскажите, почему вы так благовейно стоите? А я исцеление получила. Говорит, я вот молилась Марии, получила исцеление. Ну, и отец как бы так, ну, слава богу, говорит, все хорошо. Вот. Что отец дальше должен был сказать этой женщине? Вот, исходя из протестантской позиции? Исходя из протестантской позиции, буддисты тоже получают исцеление, индуисты тоже получают исцеление. Откуда это пришло? И потому что Дева Мария, это как Афанасий, который там был солдат. Она та же же простая сама женщина. И молитва ей, не знаю, может она когда ей молилась, сказала, во имя Иисуса Христа, Господи, исцели. Кто его знает? Я думаю, что здесь еще это речь о том, чтобы просить усопших верующих, потому что они считаются мертвых для христиан, то есть когда человек здесь сбрасывает эту оболочку, эту палатку телесную и... Так не является ли это вообще вызыванием духов? Это не вызывается вызыванием духов, это ты просто просишь усопших, чтобы они просили Господа тебя за что-то. А в Писании есть ли это словами? Есть в Писании вот это вопрос. Говоря, допустим, о иконопочитании, что она молилась, допустим, и Бог что-то сделал перед иконой. То есть православные говорят так, что это Бог исцеляет. И католики тоже говорят, что это Бог исцеляет. Поэтому если взять, допустим, о том, что мы говорим здесь, о предании, возьмем, допустим, слова 2 Тимофея 3,8. Как Иоанне и Амри противились Моисею, эти имена не записаны в Исходе 7,8 или где-то еще в Ветхом Завете. То есть речь идет о каких-то двух людях, Иоанне и Амри противились Моисею. Где в Ветхом Завете написаны эти имена? Нигде. То есть человек ясно с ним, апостол Павел в послании к Тимофею ссылается на предание, которого нету записанного в Ветхозаветном каноне. Ну, само его слово является богодухновенным. Само слово богодухновенным является. То есть эти имена он берет из предания, и Бог подтверждает это из-за того, тем, что его слова канонизированы еще. Вот. Возьмем, допустим, Матфея, Евангелие от Матфея. 13 глав из всего Евангелия не имеют ссылок на апокрафические или второканонические книги. Допустим, Матфея 4,4 цитирует Мудрости 16,26. Матфея 4,15 цитирует Первое Маковея 5,15. Матфея 5,4 Сераха. Вот эти все интерпретации, что там апостол Павел цитировать, это все-таки теория. Что нам доступно вот эти предания еврейские. Во-первых, скорее всего, рукописи можно их отнести к посте написанию Нового Завета. У нас нет четкого доказательства, что именно апостол Павел использовал то предание или что-то тот документ, чтобы написать Новый Завет. предание. Дело в том, что мы можем это посмотреть в предании, и мы увидим... Это не доказательство, что он использовал это предание. Да, это не доказательство. Не поднимает это на уровне Библии. Сразу нужно поверить в Богдух на это предание, чтобы поверить потом, что это взято из предания. Другой вопрос. Протеерей Андрей Ухтомский, тоже такой православный священник, пишет следующее. Так, отколосшись от православной церкви, католицизм и протестантизм в различной степени отступили от чего? От общецерковного предания. Каждый по-своему. Да. Мы протестанты улыбаемся, как бы, причем здесь предание, какая разница от какого там предания ты вступил? Главное, чтобы писание у тебя было твердо, надежно. Вопрос, почему православные получается ставят предание, ну, по сути, выше писания? Дело в том, что я хочу сказать, что в предании писание находится на первом месте. И без контекста, без этого предания нельзя понять писание. Ветхий завет... Ну, это ты предполагаешь. Это предположение. Это не предположение, а это факт. Многими веками... Что ты не можешь понять из Нового Завета без предания? Что, вот, приведи несколько примеров, сколько там интерпретаций, которые... с Нафанаилом, непонятно, почему он так отреагировал на Христа. Может быть, это и не важно. То есть, это непонятно, но и не важно. Это низкие свидетельства, а вот предание есть о Деве Мории, это доктрина. Допустим, возьмем первое пета, 3.18.20. Апостол повествует о путешествии Христа в Шиол или Ад. Откуда он это взял, апостол Петр? Как не из книги Еноха. Опять же, это теория либерального богословия, что он там цитирует инорку. Нельзя понять. У нас дело в том, что протестанты имеют свои предания. Мы, когда отошли от предания, от этого контекста, в котором передавалось Писание протестанта, я говорю о протестантах, мы сделали свои предания. Попробуй, кальвинисту скажи, что человеку возможно отпасть от спасения. Да его побьют за то, что он отошел от своего предания. Но кальвинистов не скажешь, что кальвинист на одном уровне с Библией. Нет, но у кальвинистов есть свои рамки, есть свое предание, в котором они понимают Писание. Если христианин не может отпасть от спасения, значит не может. Попробуй, баптистский служитель скажет о крещении младенцев. Его же теория не позволяет. Но они не молятся простому человеку, и они не почитают кости мертвых людей. Это большая разница. Здесь, может быть, разные понятия в контексте истины, а там язычество. Вот это проблема. Хорошо, может быть, мы говорим с одной стороны, что есть заповеди, которые должны быть основополагающими, но есть второстепенные вещи, которые могут как-то быть. Если мы начали уже говорить о протестантских традициях, Иван, ну надо согласиться, что у нас тоже есть предания, которых мы следуем. Взять, допустим, ну, такое самое значимое кафедра в церкви. Почему кафедра? Ну, попробуй ты выйди не за кафедру проповедь, скажи. Почему ставят? Ну, как-то вот так было, вот так сказали, так приносили, все так кафедру ставили. Какие-то другие вещи, другие порядки церковные, это все передается, вот, по наследству, так сказать. Это же тоже предание. Но ни один протестант не говорит, что кафедра в середине это боговздохновенная, священный авторитет. Это так? Нет. Ну, отчасти правда. Да. Есть какие-то еще протестантские наши? Ну, допустим, у нас мы осуждаем, допустим, некоторые церкви за то, что они зачитывают молитвы, к примеру, но тем же самым мы должны посмотреть на наши протестантские предания, что мы читаем Отче наш постоянно в конце нашей проповеди или в конце служения. То есть, это есть, это наше предание, которое происходит, переходит из поколения в поколение. В твоей церкви, Иван, есть такое, что читает Отче наш? Есть. Зачитывают. С удовольствием читаем. Я должен уточнить. Потому что написано, да? Соло-скриптура не означает соло-скриптура. Когда мы говорим только Писание, мы говорим, что оно только самый высший авторитет. А если что-то пастырь сказал, если пастырь сказал, что давайте будем собираться в три часа в воскресенье, то он имеет авторитет так поступать. То есть, это церковный авторитет. Да, наша позиция библейская различается с рима католической и русско-православной из-за того, что предания ниже библейского авторитета, а те говорят, что они на одном уровне. Либо выше, как в данном случае. Либо выше, да. Хорошо, обратимся сейчас к некоторым текстам, которые ты уже процитировал. Зачем вы приступаете к заповедь Божию ради предания вашего? Иисус спрашивает фарисеев. А разве это были плохие предания? Разве это были какие-то злые, неправильные предания? Намного лучше, чем сейчас, которые предания? Они приступали к заповеди этим. Своими преданиями человеческими. То есть предание было хорошее? То есть предание оно не может нарушать этот, а это предание должно способствовать человеку исполнять заповедь Божью. Но чтобы соблюдать заповедь Божью, должна быть правильная интерпретация. Сегодня найди 10 человек на улице, мы раздаем Библии каждому. Каждый придет со своей интерпретацией. Этого не должно быть. Так а разве предание все решает? С преданием то же самое получается? Нет. Предание как раз не делит людей и не помогает разделению. Когда человек берет Писание за... Не соглашусь. Те же самые православные, они говорят, что католики с протестантами отделились, потому что они неправильно толкуют предание. Из-за этого они отделились от того, что неправильно толкуют Писание. Лоский так говорит, что из-за этого. То есть они ушли в крайности в своем предании, и поэтому получается, что они отошли от истины нашей православной. От ответственности. Можно посмотреть сегодня на литератскую церковь. Они в частности... Они также и говорят, что в чем именно католицизм отошел от христианского предания. Папа Римский, они его возвысили. Потом епископат вели. Потом, значит, сделали... Начали властвовать над церковью, что привело к реформации и так дальше. То есть якобы вот в этих аспектах они ушли от христианского предания. Отчасти, да, потому что сам протестантизм произвел контрреформацию в католической церкви. То есть когда сейчас католики смотрят на протестантизм и на реформацию, что произошло тогда в 16 веке, они смотрят на это позитивно с какой-то стороны, потому что это произвело контрреформацию. Представь себе, епископ продает индульгенции на улице. К нему подходит богатый человек. Говорит, можно у тебя купить индульгенцию за будущий грех, который я совершу? Ну, тот подумал, сколько ты заплачешь? Давай я тебе заплачу. Купил тот богатый человек эту индульгенцию. Что происходит? В конце дня этот человек, который купил эту индульгенцию, ловит этого епископа, который продал эту индульгенцию, побивает его и его людей. И епископ кричит, ну что ты делаешь? А тот говорит, молчи, потому что ты мне продал индульгенцию, бог меня прости. То есть... Я должен в этой действительности есть в этом грехе. Очень интересно, наверное, это случай. Я считаю, что мы должны сверять писание с преданием, чтобы не отойти куда-то в человеческое предание. Но я хочу сказать... Так это большинство преданий. Я хочу сказать, что в древнем Израиле авторитетная интерпретация закона была обязательна. И мы читаем в Неме 8 главе, что написано, Иисус, Звания, Шереви, Иамин, Иакуф, Шафтай, Годи, Масея, Клита, Азаря и так далее. Левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте и читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. Не предание, а экспозицию самого текста, который мы делаем в воскресенье. Вот о чем я говорю? Что предание играет именно тоже эту роль. Не предание, а экспозиция самого текста. Давайте так. Значит, толкование, согласно протестантскому пониманию, является экспозиция текста. Но согласно такому классическому, католическому, либо ортодоксальному пониманию, это толкование плюс толкование на основании других толкований. Предание. Предание, да. То есть, это всего лишь разница. Там тьмы в тьму, там головок ходится. Апостолы передавали, объясняли ученикам своим, что к чему. В письме было записано. Допустим, Иоанн записал что-то или читает что-то, Евангелие, и он объясняет, так, это было так. И его сидит и слушает, допустим, папий. Он слушает, ага, вот тогда теперь я понимаю, что да, Христос спросил этой женщине многие грехи. И несмотря на то, что этого не было записано, папий это в голове откладывает, что так. Иоанн об этом говорил. А потом и передает. А потом и передает. В Новом Завете мы видим статы, которые не находим в Ветхом Завете. Допустим, в Матфея 2.23 мы читаем о предании пророков, которые говорили, что Христос наречется Назареем. В какой книге, в какой главе и в каком стихе написано Ветхого Завета, что Христос назовется Назареем? Потому что мы не имеем это в Старом Завете, мы не можем авторитетно провозглашать или поднимать какое-то там предание на дну уровень с Библией. Я хочу сказать, что... Вопрос надо будет в другую передачу сделать. Папий, сам Папий, он слышал Иоанна, но Папий, когда писал свое письмо, он не был под особым боговдухновенным помазанием. Вот почему мы придерживаемся только священного писания. Хорошо. Мы это, так сказать, уже бурно обсудили. Вопрос все-таки будущего, будущего вот этих всех преданий в наших протестантских церквях. Предлагаю на рассуждение вот такую вот версию. Ну, все-таки наши церкви, несмотря на то, что протестантские, евангельские, почему-то, почему-то в некоторых церквях, а может даже в большинстве церквях, проповедуется Ветхий Завет. Ветхий Завет, который мы считаем, принимаем, должны принимать это как просто прообразы для нас. Но много чего проповедуется из Ветхого Завета. То, что делают православные католики, они проповедуют не столько Ветхий Завет, хотя и это, сколько традицию, которая уже началась после Иисуса Христа и апостолов. То есть, в каком-то смысле, получается так, что они проповедуют живое слово, Дух Святой действует, и вот в каком-то смысле история церкви, деяния святых апостолов, оно вот продолжается, живет, и в каком-то смысле они проповедуют не только вот еврейские писания, какие-то традиции старые, они проповедуют то, что Дух Святой непосредственно делал в Риме, в Антиохе, в Америке, где-то еще. Почему бы нам не перейти на это и сказать, что, дорогие друзья, хватит, ну, как бы, Ветхий Завет там. Делал там, что-то. Хватит Ветхий Завет, давайте возьмем наших, найдем исполненных сил и Духа Святого Людей, епископов, там, Белых, Федор Марчук, другие епископа, которые, ну, действительно были святыми людьми, и говорить, проповедовать. Вот, они сказали так, так и так, и поэтому мы должны что-то делать, и это согласуется с Писанием. Это будет катастрофа. Почему? Потому что мы отходим от авторитета Священного Писания. В Реформации такой был лозунг, что маленький мальчик с одном стихе из Библии имеет больше власть, чем Папа Римский. Это так. Потому что все Писание Боговдухновенно. Я очень должен не согласиться, что вы говорите, что это еврейские старые традиции. Все Писание Боговдухновенно и полезно для новозаветных христиан. То, что полезно, мы не сомневаемся. Бен, как такую теорию? Можем применить или нет? В принципе, если человек не отходит от Писания, его жизнь не расходится с Писаниями, он живет по Писанию, и Бог через него действует, Дух Святой через него действует, почему бы не ссылаться на него? Писание, послание к евреям говорит, помните наставника ваших. Зачем помнить наставника ваших? Если мой служитель научил меня чему-то хорошему и оставил хорошее предание в действительности через свое служение, почему бы мне не помнить его слова, действия, и как он относился к людям в своей церкви и ко мне? И не использует это в своей жизни как пример, что вот этот человек, он в действительности соблел Слово Божье, и Господь ему помог в этом, и он в действительности отличился от других людей, и он являлся моим наставником. Почему мне отказаться? Привести такой пример. Но это не один уровень списания. Привести пример такой. Азуза-стрит. То есть такое действие Духа Святого было в Благодате. Почему бы ты не вышел и сказал, братья и сестры, вот как говорил этот Симорс, или как его фамилия была? Уильям Симорс. Уильям Симорс. Вот он говорил, что вот так, так и так, братья и сестры, давайте мы присоединимся вот к этому призову и будем вот так вот поступать, и тоже сила Духа Святого сойдет в нас. Почему ты так не можешь сказать? Мы можем, пожалуйста, говорите. Но Уильям Симор открывал Священное Писание и говорил, сейчас прочитаем из этой Библии, только из этой Библии. Вот так он поступал. Ну, то, что он дополнял. И пятидесятическое движение, что и на языке является первым знамением Крещения Духом Святым, взято было после изучения Писания. Они противостояли протестантским преданиям и сказали, Крещение Духом Святым следует на основании Священное Писание со знаменем иных языков. Ага, значит, предсостояли протестантским преданиям, то есть у писянников есть свое предание. Классическое понимание. Здесь экспозиция Слова Божия, которая выше всех человеческих в каком-то смысле все равно получается, что каждый основывается на своих писаниях. Вот именно в этом и проблема, когда мы, допустим, говорим, что церковь начинается с Удьи Масимура. Видите ли, во II-III веке церковь отпала от Писания, хотя Христос сказал, что и врата ада не одолеют ее. Вдруг она в начале XX века каким-то образом через раба Уильяма Симура, свободного уже человека, вознобновляется, как-то рождается и вот доходит до Ивана. Мы это не утверждаем, потому что во все поколения христиан были те, которые следовали Писанию. Святой Патрик, который евангелизировал Ирландию, только сейчас недавно нашли в его рукописи, что он говорит, я, это в V веке, я все время, всю ночь молился на иных языках. Так что крещение духовно-святом благодать, оно шло в каждое из поколений поколения. Что произошло в реформации, что это уже вышло на такой официальный уровень, что Римма-католическая церковь уже не могла их сжечь, их закрыть, как случалось в предыдущем поколении. Хорошо. То есть, значит, выбираем чисто предание, которое подходит к преданию XX века. Нет, которое соответствует с Писанием. Это не предание, это просто свидетельство. Пасует против свидетельства. Соответствует пониманию Писания пятидесятнического. Нет, это всего лишь. Нет, пятидесятническое понимание, оно... Так, все равно наши споры приводят к тому, что каждый остается при своем мнении. Давайте вернемся к протеерею Андрею Ухтомскому. Значит, вот что дальше он пишет. Церковь, которая отрицает священное предание в его полноте, не может называться церковью. То есть, вот такое интересное заявление. То есть, ну ладно, если мы говорим там недостатки в доктрине, вот какая-то практика чуть не та, которая должна быть, но сделать такое заявление, что вот мы церковь, потому что мы предание, ну как бы, конечно же, свое предание, вот храним свято, честно, искренне. Они все, то есть, это миллиарды, миллионы людей, они все не являются церковью, не потому, что они что-то неправильно в Писании толкуют, а потому, что они не хранят предания. А значит, что это такое? Каждый мыслящий человек посмотрит на это, скажет, ну, что ты, батюшка, говоришь? Это, помил, пусть Господь, конечно, богословит и вразумит. Ну, конечно. Я его не осуждаю, но это не так. Наоборот происходит. Предание такое сделали, что многие люди не верят в Евангелие. Предание человеческое. Человеческое, которое декларируется официальным преданием церкви. Но не священное предание. Хорошо, другими словами, ну, с этим вообще утверждением нельзя согласиться, ну, буду рада, сознание вообще, как такое можно сказать было, да? Почему это было так произнесено, с таким, с такой смелестиной? что церковь, она должна иметь истину. Истину, чтобы быть... Ну, все утверждают, каждый еретик утверждает, что он истинный. А что есть истина? Вот ты, Дмитрий, скажешь вот о лютерианах, если говорить. Они лишь сейчас с 2009 года, если я не ошибаюсь. Я несколько лет назад брал класс лютеранизм и лютеранство. И вот они легализуют браки, однополые браки с 2009 года. Да, к сожалению. Их назвать церковью или не назвать? Или назвать социальным клубом, который считает себя церковью? Как ты назовешь их, Иван? Ну, принятие... Заблудшая церковь. Заблудшая церковь. Смотрите, принятие Бога... Извиняюсь, гомосексуализма и говорить, что Мария такой же посредник, как Иисус Христос, и она сопричастна к искуплению, я думаю, оно в одной корыте, можно сказать. Принятие гомосексуализма и возвышение Марии на уровень посредники между Богом и человеком. Я считаю, что... они уже соло-скриптура и начали заниматься своими преданиями? Они об этом так не скажут. Они скажут, что мы следуем только соло-скриптуре. Никакая протестантская церковь не скажет, что мы это шли от Писания. Все прекрасно... Спроси у кальвиниста, вы следуете священному писанию? О, только соло-скриптура, только Писание. Спроси у баптистов, вы следуете только Писанию? О, да, только СССР. Почему у самих писядников столько много делений, когда следуется только одной соло-скриптуре? Но они не за соло-скриптурой разделяются. Здесь написано, что... Они разделяются по пониманию. Это толкование. Не на толкование. Только можно на одной руке сосчитать, сколько разделилось на толкованиях. Разделяются там люди свои, имеют амбиции. Это совершенно другое. Я могу сейчас здесь посадить кальвиниста, можем посадить баптиста, пресвятерианство, и мы можем вместе словословить Господа Иисуса Христа и быть спасенными, быть возрожденными, потому что мы принимаем Евангелие. Это очень большое есть единство в тех конфессиях, которые принимает Иисус Христа. Маленькие есть разделения. Некоторые правильно отклоняются там, крестят детей, разлетят, но это все второстепенно. Основное мы в единстве. Второстепенно. Я не думаю, что ты сможешь... Пример хочу привести. Приехали миссионеры, и с ними мы реализировали в одном городе в Белоруссии, в Гомеле. Проходим католический костел. Слышу, гитары играют. Я так думаю, что-то как-то не то. Заходим, ну, потом уже понял, что это католические харизматы. Вот. И они поют наши песни. Вот. И мы встали. И тоже поем там, все на нас так смотрят, думают, что это вообще происходит. После этого, значит, они подходят к нам и говорят, ааа, вы 50-ники, вы криченен Духом Святым. А мы говорим, да, и... И он говорит такую фразу, мы так счастливы, мы так рады, что мы вместе с вами на иных языках можем молиться и Марии, и Святому Петру, и всем остальным улонникам. И он с такой радостью так говорит, а мы так... Наша реакция, пусть они молятся на иных языках, потому что Дух Святой молится Богу Отцу. Твоя реакция была? Моя реакция, ну и слава Богу. Я не считаю, допустим, родственники, которые уже оточились в вечность, мои родственники, что они мертвы. Я считаю, что они живы для Бога. Они живы и там. Хотя их оболочка здесь и мертва. А я не думаю, что с Богом... Хорошо, сопричислим это к нашим... Бог разделит меня и к нашему преданию. У нас уже подошло время к заключению, вот поэтому у вас есть по одной минуте время для того, чтобы сказать ваши пожелания нашим телезрителям. После всего того, что мы здесь рассмотрели, к какому заключению вы могли прийти? Друзья, я хочу пожелать вам, чтобы вы, когда изучаете Священное Писание, а в предании оно стоит на первом месте, знали также и о предании, которое оставлено для нас предыдущими поколениями, в которых толкуется это Писание. Взять даже Ветхий Завет гласных букв не было. Писался Ветхий Завет только согласными буквами. И поэтому требовалось предание, которое могло пояснить Масаретам, в каких местах какие ставить гласные буквы. Поэтому, чтобы понимать это Писание, нам надо знать, что говорили ученики Иоанна, что говорили ученики апостола Павла, что говорили второканонические книги, почему апостол Петр ссылается на книгу Еноха. Все эти вещи могут способствовать нашему пониманию Писания. Я действительно желаю, чтобы все христиане изучали предание как и священное Писание. Да, спасибо, Бен. Благодарю. Дорогие друзья, если вы протестант, католик, православный, я вас очень сильно люблю и хочу пожелать. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Я хочу пожелать вам возрастать в познании и благодати Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Если у вас есть иконы дома, то просто пусть они будут для красоты, а не для поклонения. Обращаемся к вернейшему слову и Господу нашему и Иисусу Христу. Благослови вас Господь. Спасибо, Иван. Дорогие друзья, мы сегодня услышали, рассмотрели эти аргументы. Возможно, у кого-то из нас мнение поменялось немножко. Возможно, это будет ко благу. Но чтобы мы понимали, что знали, что есть важные вещи, главные вещи в нашей жизни, есть второстепенные, которые желательны, в которые вникать, узнавать, интересоваться. Но одновременно понимать, что есть Священное Писание, которое мы должны особым образом читать. Со Священным Писанием мы должны сверять другие традиции, другие предания, другие книги, другие мнения человеческие. И даже пророчества написанные мы должны сверять со Священным Писанием. Поэтому за лучшее уделять больше внимания Священному Писанию, а уже потом, изучая это Священное Писание, интересоваться другими книгами. Это для чего существует и богословское, библейское образование, то, для чего существуют эти программы, для того, чтобы мы все-таки набирались знания и понимали, что когда мы изучаем Священное Писание, нам есть поддержка, есть помощь в толковании тех мест, которые сложно понимаются, и программы, которые помогают нам приближаться и понимать, в чем суть этого Священного Писания. Поэтому соло-скриптура или не соло, Писание пускай будет впереди. Храните себя в мире. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok